Открытием Навозду кучу разрывая, Петух дошел шемчушное зерно. Крылов Инженер-статский советник Бахромкин Сидел у себя за письменным столом И от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Недалеко сегодня вечером на бале у знакомых Он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20-25 назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, В которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, Дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом И длинные золотистые каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, Когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, Но зато, раз улыбнувшись, пламя гаснущих с мечей, она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция С кислыми глазами и желтыми зубами. Фи! Восмучительно, думал Бахромкин, вводя машинальный карандашом по бумаге. Никакая злая воля не в состоянии так допакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, Она умерла бы от ужаса. Долго размышлял таким образом Бахромкин, и вдруг вскочил, как ужаленный. — Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? Я рисовать умею! На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, Из-за лябоватых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, Та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем, рисунок хромал, но томный суровый взгляд, Мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве. — Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Я рисовать умею! 52 года жил на свете, не подозревая в себе никаких талантов, И вдруг до старости лет... — Ха-ха-ха! Благодарю! Дяша дал! Талант явился! Не может быть! Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки И нарисовал голову старухи. Это удалось ему так же хорошо, как и молодая. — Удивительно! — пожал он плечами. — И как недурно, черт возьми! — Каков? — Стало быть, я художник. Значит, во мне призвание есть. Как же я этого раньше не замечал? Вот диковина! Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, Получи известие, что его произвели в действительной статске, Он не был бы так приятно изумлен, как теперь, Открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, Рисуя головы, деревья, пожар, людей, лошадей. — Превосходно! — Браво! — восхищался он. — Поучиться бы только технике, Совсем бы отлично было бы! Рисовать дольше, восхищаться, Помешал ему лакей, Унесший в кабинет столик с ужином. Съевший рябочкой и выпив Два стакана Бургонского, Бахромкин раскис и задумался. Вспомнил он, что за все 52 года Он ни разу и не помыслил даже О существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному Чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвязался На любительской сцене, Играл, пел, молевал декорации. Потом, до самой старости, Он не переставал читать, Любить театр, записывать На память хорошие стихи. Острел он удачно, говорил хорошо, Критиковал метко, Огонек, очевидно, был, Но всячески заглушался суетой. — Чем черт не шутит? — подумал Бахромкин. — Может быть, я еще умею стихи И романы писать? В самом деле, Что если бы я открыл себе талант В молодости, когда еще не поста было, И стал бы художником или поэтом? А? И перед его воображением Открылась жизнь, Не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнью Обыкновенных смертных Совсем невозможно. — Правда, правы люди, Что не дают им чинов и орденов? Подумал он. Они стоят вне всяких рангов И капитулов. Да и судить-то об их деятельности Могут только изброды. Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай Из своего далекого прошлого. Его мать, нервная, Эксцентричная женщина, Идя однажды с ним, Встретила на лестнице Какого-то пьяного, Безобразного человека И поцеловала ему руку. — Мама, зачем ты это делаешь? Удивился он. — Это поэт! Ответила она. И она, по его мнению, Права. Поцелуй она руку Генералу или сенатору, То это было бы Лакейством, Самоуничижением, Хуже которого Для развитой женщины И придумать нельзя. Поцеловать руку Поэту, Художнику Или композитору, Это естественно. — Вольная жизнь Небудничная, Думал Бахромкин, Идя к постели. А слава И святость. Как я широко Не шагай по службе, На какие ступени Не вспирайся, А имя мое Не пойдет Дальше муравейника. У них же Совсем другое. Поэт Или художник Спит, Или пьянствует Себе безбятежно, А в это время Незаметно для него В кородах и весях Супрят его стихи Или рассматривают картинки. Не знать их имен Он считается Невоспитанностью, Невежеством, Мавитонством. Окончательно Раскисший Бахромкин Опустился на кровать И кивнул Лакею. Лакей подошел к нему И принялся осторожно Снимать с него Одежду за одеждой. — Мда, Обыкновенная жизнь Про железные дороги Когда-нибудь забудут, А Фидия и Гомера Всегда будут помнить. На что плох Тредяковский И того помнят? Брррр, холодно. А что, если бы я сейчас Был художником? Как бы я себя чувствовал? Пока Лакей снимал С него дневную сорочку И надевал ночную, Он нарисовал себе картину. Вот он, художник Или поэт, Темную ночью Плетется к себе домой. Лошади у талантов не бывает. Хочешь, не хочешь, Иди пешком. Идет он жаленький В поржелом пальто. Быть может, даже без калош. У входа в меблированные комнаты Дреблит швейцар. Эта грубая скотина Творяет дверь и не глядит. Там, где-то в толпе, Имя поэта или художника Пользуется почетом. Но от этого почета Ебу ни тепло, ни холодно. Швейцар не вежливее, Прислуга не ласковее, Домочадцы не снисходительнее. Имя в почете, Но личность в забросе. Вот он, Утомленный и голодный, Входит, наконец, к себе В темный и душный номер. Ему хочется есть и пить, Но рябчиков и бургонского, Увы, нет. Спать хочется ужасно До того, что Слипаются глаза И падает на грудь голова, А постель жесткая, Холодная, Отдающая гостилице. Воду наливай себе сам, Раздевайся сам, Ходи босиком по холодному полу. В конце концов, Он, дрожа засыпает, Зная, что у него нет сигар, Лошадей, Что в среднем ящике стола У него нет Анны и Старислава, А в нижнем чековой книжки. Бахромкин покрутил головой, Повалился в пружинный матрас И поскорее укрылся Пуховым одеялом. Ну, его к черту! Подумал он, Нежесть и сладко засыпая. Ну, его к черту! Хорошо, что я в молодости Не того не открыл. Лакей потушил лампу И на цыпочках вышел. Антон Павлович Чехов Открытие Читал Джохангир Абдулаев 21 июня 2022 год